Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим снова гамбит Мазурка Кондраченко. И, друзья, мне удалось в этом дебюте открыть блестящий вариант, с которым я хочу с вами сегодня поделиться. Дебют гамбит Мазурка Кондраченко возникает после ходов GF4, Dc5, CD4, CD6, DE5. Вот такая жертва необычная. Я уже записывал первое видео на эту тему. Кто не смотрел, обязательно посмотрите и потом уже смотрите это видео. Это будет как бы добавление к первому видео. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. Ну и в этой позиции белые играют HG3. Здесь есть две ловушки. Первая ловушка от самого автора, шашиста Мазурка. То есть, если черная игра от GF6, тогда мы нападаем. И если черная игра от Dc7, побили, побили. То есть, белые отыграли шашку. И они делают вот такой интересный ловушечный ход. ED2. Черная игра от Ba5. Белая игра от Bc3. Ну и здесь за черных хочется сыграть Fe5. А этот ход уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти симпатичную комбинацию за белых. Комбинация называется круг почета или чертово колесо. Кому как больше нравится. Белые начинают и выигрывают ходом CD4. Черные бьют на E1. Затем играем ED4. Черные бьют на G5. Затем AB4. Черные бьют. И затем играем GH4. Тамка черных бьет на поле G3. И белые совершают красивый удар с поля H4. И на поле H4 дамка уже возвращается. Вот. Круг почета или чертово колесо. Вторая ловушка. Возможно. В этой позиции. После хода Ba5. Тогда белые играют GH2. И грозят отыграть шашку ходом HG5. Черные это видят. И играют AB6. Чтобы затем после размена FG5. Ну отыгрыша шашки белыми сыграть Ba7. Но здесь белые даже выигрывают. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти несложный выигрыш за белых. То есть вначале выбиваем шашку B8. А затем прорываемся на преддамочное поле. Ходом AB4. Черные как бы не били здесь. Мы все равно попадаем на поле А7. И белые здесь выигрывают. Но это несложные ловушки. Самое интересное. Возникает после хода Ba5. Тогда белые играют GH2. И черные жертвуют шашку. Обратно. Ходом CB4. Надо бить. Е на C5. И здесь есть у черных несколько вариантов ответа. Мы сегодня разберем DC7. В этой позиции я уже разбирал. Есть несколько ловушек за черных. Но сильнейший ход здесь за белых GH4. И на ход GF6. Здесь лучше всего размениваться ходом DC3. Но здесь есть прикольная ловушка за белых. То есть играем DE3. Во-первых, нельзя за черных сыграть Fe5. То есть видите, здесь мы проводим комбинацию несложную. Я уже показывал так называемая присоска. То есть играем CB6. Приходится бить на поле C5. Затем играем ED2. Черные бьют. Три шашки. И мы прорываемся в дамки. И еще видите, грозит удар A3 на E7. Поэтому здесь у белых выиграна позиция. Конечно же. Также нельзя в этой позиции за черных играть BE5. Потому что белые играют CD2. Бой. Затем АЖ5. Ну и как бы черные не били. Белые прорываются в дамки AB4. И куда бедно здесь белые выигрывают. Если черные это видят. Допустим игра от АЖ7. Тогда мы уже играем FG3. Ну и здесь я думал, что у черных проиграна. Но на самом деле ничья есть. Спасибо подписчику под ником Гор. Указал вот такой вариант. То есть черные могут сыграть DE5. И здесь белые могут грамотно достичь ничьей. Например, сыграть CD6. Но назад бить неинтересно. Приходится бить вперед. Тогда играем EF4. Ну и после ED4 играем FG5. Ну и возникает примерно равная позиция. Например, на ход AB6 производим двойной размен. CD4, AB4. Ну и партия быстро заканчивается ничьей. Но гораздо более интересные варианты возникают после хода CB6 в этой позиции. Тогда белые играют ED4. Обратите внимание, что в этой позиции теперь нельзя играть BC3. Этот ход проигрывает неожиданно и красиво. Играем FE5. Бой-бой. И у черных есть три варианта ответа. Если черные играют AB4, тогда мы проводим удар, после которого выигрываем шашку. Играем CD6. Бой-бой. Затем бьем B на F2. Черные бьют F на D4. И мы забираем шашку. С лишней шашкой мы здесь должны легко победить. Это первая тема. Если черные в этой позиции играют HG7, тогда мы проводим несложную комбинацию. Играем CD6. Бой-бой. Затем бьем B на F2. Черные бьют. И прорываемся в дамки. H4 на H8. С выигрышем. Ну и последний ход в этой позиции возможный. BC7. После хода BC7 просто играем AB4 скромно. И также остаемся с лишней шашкой. Так. Первый ход проигрывает BC7. Если черные это видят и играют... Ой, BC3. И играют BC7. Тогда в этой позиции белые могут конечно разменяться. Да и 5. Но мне гораздо больше нравится ход EF2. Пошел вариант Бурылова. Здесь обратите внимание, друзья, что у черных есть два варианта ответа. BC3 и HG5. Если черные сразу же нападают BC3, то они здесь очень красиво получат. Ну здесь еще есть ничья за черных. Но здесь шансы большие на выигрыш у белых. Играем DE5. Вот теперь черным надо грамотно побить. Очень хочется побить F на D4. Но этот ход неожиданно проигрывает. То есть бьем C на E3. Шашка C3 под ударом. Поэтому надо ее вести в дамки. CD2. А здесь белые выигрывают. Играем FE5. Такой неожиданный момент комбинационный. То есть видите, нельзя бить D на F4. Потому что мы сыграем EF6. И приходится бить G на E5. Тогда играем AB4. Прорываемся в дамки. Вроде бы кажется ничейная позиция за черных. То есть дамка ловится тут же. Но белые все-таки выигрывают. То есть на ход BE5 вынужденный. Бьем сперва на B6. Бой. Бой. Затем бьем на E5. Бой. Играем CD2. И следующим ходом HG5. Снимаем шашку черных F4. И белые должны в этой позиции победить. Можете убедиться в этом сами. Если черные бьют в этой позиции D на F4. Тогда белые остаются с лишней шашкой. Бьем на G5. Ну и после того как черные бьют. Бьем снова шашкой C1 на поле G5. Ну и здесь у белых легкий выигрыш. То есть видите грозит удар GF6 AB4. Поэтому черные обязаны закрыться GF6. Тогда играем GF4. Ну и допустим на ход CD6 играем F3. На BC5 играем BC3. Но если черные размениваются CB4. Здесь у белых проблем с реализацией нет. Если же черные играют FE5. Тогда проводим несложный удар. То есть играем GF6 присоска. Приходится бить назад. Тогда играем ED4. И можем побить допустим на поле D8. С выигрышем. То есть мы выяснили. Что в этой позиции бой F на D4 проигрывает. Черным надо аккуратно бить B на D4. Теперь белые отыгрывают шашку ходом AB4. То есть видите белые пожертвовали шашку. А нападают сразу же на 2. То есть они грызят отъесть сперва шашку C3. А потом шашку D4. И черным для достижения ничей надо сделать самим присоску ходом DE3. Теперь белые обязаны бить F на D4. Черные отдают еще одну шашку. CD2. Бой. Бой. И создается вот такая прикольная позиция. Которую я выложил на превьюшке. Теперь белые играют B3. И черным надо играть только AB6. Все остальное проигрывает. Бой. 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 И в этой позиции у черных огромное преимущество. Кажется что видите у белых отсталые шашки. A1 H2. Черная игра GF6. И вот здесь возможны 2 варианта. Для достижения ничей даже есть здесь друзья шансы на выигрыш за белых. То есть позиция парадоксальная. Чем она меня заинтересовала. У белых видите отсталые шашки A1 и H2. И они здесь сдвигают свою золотую шашку ходом ED2. То есть видите создают еще одну слабость. Но тем не менее здесь позиция белых держится. Есть возможны 2 варианта. После BC5 играем DC3. Создаем колонку. Ну и здесь допустим на ход CB6. Видите играть F5 нельзя из-за простого CD4. И белые здесь победят. Поэтому черным приходится играть CB6. Тогда играем CB4. Ну и на ход BA5. Можно конечно сыграть HG3. И черные потом отыграют шашку с примерно равной позиции. А можно сыграть сильнее. BC3. То есть видите у белых остаются слабости. У черных вообще слабостей нет. Но как ни странно позиция у белых лучше. Черным здесь надо играть аккуратно. Единственный ход Fe5. Тогда играем HG5. Избавились от первой слабости. Шашки H2. И черным здесь надо играть только DE5. А вот ход FG7 уже проигрывает. Из-за простого Fe5. Ну и как бы черные не побили. Они проигрывают. Например если бьют H на F4. Тогда бьем на C7. Надо отходить. Е6. Бой. Ну как бы черные не играли. Допустим FG5. Ставим дамку на B8. Видите на E3 нельзя играть. Потому что отдаем две шашки. И обрезаем шашки черных по двойнику. Это первая тема. Если FG3 тогда просто B7. Ну и на ход GH2 просто зажимаем шашки черных от похода в дамки. Так. Но в этой позиции была все-таки ничья. Вместо хода FG7 неправильного надо было сыграть DE5. Когда белые бьют F на D6. Черные бьют. И белые играют BC7. Ну и здесь черные могут сыграть допустим FG3. Бой. Бой. Допустим. Белые ставят дамку. Черные отходят. Белые нападают. Можем даже поставить дамку на поле G1. Можно было сыграть CB4. Таким образом достичь ничьей. Ну FG1 наверное более точный ход. Побили. Побили. Ну и как бы здесь белые не били. Все-таки здесь оппозиция в пользу черных. То есть допустим AB4 играем. И на ход AB2. Уводим шашку на борт. То есть не даем белым разменяться. Ну и здесь партия заканчивается ничьей. Так. 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 И обе стороны благополучно проходят в замке. Так. Это первый вариант. Если черные в этой позиции вместо BC5 играют BA5. Тогда снова строим колонку ходом DC3. И на ход CD6 играем HG3. У белых просто страшная позиция. Но черные ничего не могут сделать. То есть на лучший ход DC5 просто размениваемся FG5. Черным надо самим теперь меняться. И белые играют BC3. Точный ход. То есть не даем сыграть FG7. Допустим DE7. Из-за простого CD4 и GF4. Поэтому у черных единственный ход FE7. Тогда играем GF4. Ну и на ход EF6 играем AB2. С идеей разменяться на поле E5. Черные еще пытаются выиграть. Играют DC7. Ну и меняемся. Да. Позиция здесь в пользу черных. Но белые все-таки достигают ничей. AB4, EF6, ED6. Жертвуем шашку HG5. И играем FG7. FE3. Ставим дамку по большой дороге. Лучше всего таким образом форсировать ничью. Ну и на ход EF2. Жертвуем дамку. И прорываемся на преддамочное поле. С ничьей. Разобрали. Интересные варианты. Если в этой позиции черные, допустим, играют еще, друзья, возможно, кроме хода BC3, который все-таки похуже, есть интересная жертва. HG5. Вот это самый сильный ход. И теперь обратите внимание, что BC3 проигрывает из-за хода DE5. Здесь много вариантов боя. Не буду разбирать. Но здесь, поверьте мне, что белые остаются с лишней шашкой. Во всех вариантах. То есть так играть нельзя. Черным надо играть только DE5. Здесь у черных большое преимущество. Но белые снова спасаются неожиданно. То есть играем FE3. Черные бьют на C3. Это лучший вариант. Белые бьют на D4. И черные бьют на D6. Ну и здесь тоже, возможно, интересная и красивая ловушка за белых. Играем GF4. Если черные играют DC5, тогда играем AB2. Ну и на ход CD6 играем HG3. Все, ловушка построена. Теперь, друзья, обратите внимание, что не выигрывает ход DE5. Потому что черные прорываются в дамки, но белые тут же ловят дамку черных. И несмотря на отсутствие шашки, видите, у черных очень неудачное расположение. Шашек вот эти F6, G7, F8. Здесь все-таки белые достигают ничьей. Еще даже черным надо играть аккуратно для достижения ничьей. То есть ему лучше всего сыграть BA5. И на нападение провести такую небольшую комбинацию AB6. Бой, бой, бой. Ловим дамку ходом DE5. Дамка ловится. Ну и здесь белым надо аккуратно пожертвовать шашку для достижения ничьей. Не жадничать. И сыграть HG5. Обе стороны прорываются в дамки. Позиция абсолютно равная. Так, это первая тема. Но если черные в этой позиции видят, что DE5 не ведет к победе, а пытаются еще выиграть ходом AB4, здесь белые проводят потрясающую комбинационную идею. То есть можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он очень красивый и, друзья, сложный. Не расстраивайтесь, если не найдете выигрыш. Комбинация очень красивая. Играем BC3. Бой. Затем надо найти сложный ход AB4. Бой. Затем играем CB2. Бой. И DE5. Черные бьют F на F2. Мы бьем две шашки. И дамка черных ловится. Затем мы бьем три шашки черных. Ну и это выигранная позиция за счет слабости поля черных F8. То есть видите, белые грозят подорвать пункт F8, поэтому приходится играть GF6. Тогда нападаем. Ну, FG7 бесполезно играть, просто разменяемся и эту позицию выиграем. Поэтому приходится отходить FE5. Тогда играем DE7. Ну и легко выигрываем. Так. Еще в этой позиции возможен вариант, кроме хода DC5, возможен вариант AB4. Здесь надо запомнить ничью. Играем AB2. То есть видите, BC3 уже нельзя играть из-за простого HG3. Ну и снова дамка черных будет поймана. Тут уже белые даже выиграют. Поэтому черным приходится играть CD6. Сильнейший ход. Ну и на нападение BA3. Черные меняются. BC5. У белых снова, в который раз, страшенная позиция. Ну и снова оказывается ничья. Играем CD2. Ну и на ход FE5. Скромно разменяемся DC3. Лучше всего побить на D2. Тогда бьем на C1. Ну и после боя на G3 бьем именно назад. Бой вперед проигрывает. Снова у черных огромное преимущество, но выигрыша нет. Есть много вариантов атаки, но приведу наиболее логичные. GF6, HG3 выжидаем. То есть не сдвигаем шашки F2 и C1. Ну и на ход FE5 надо сыграть точно GH4. Наиболее сильнейшее сопротивление. Черные строят колонку. EF6. Теперь мы сдвигаем уже шашку ходом CD2. Ну и на ход CD4 нападаем. Может сыграть DC5. Может сыграть DC3. Ну после DC3 тоже возможен прикольный вариант защиты с изюминкой. Играем FG3. Ну и на ход DC5 просто проводим такой ничейный ударчик. ED4 и GF4. Лучше всего побить на поле G5. Снова обе стороны прорываются в дамки. И партия заканчивается ничьей. Если же черные в этой позиции вместо хода DC5 играют FE7. Может конечно разменяться GF4. А может сыграть ED4. Тоже здесь прикольный комбинационный момент. То есть может CB2, CD2 сыграть. После CD2 проводим вот такой красивый ударчик. AG7. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Партия заканчивается ничьей. Вот такие красивые, как я считаю, комбинационные варианты. Были мной найдены с помощью компьютерной программы TOSHA. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Поддержите мое творчество. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.